Беларусь К тому времени белорусский спутник покинул Землю. Уже через 44 минуты он был на орбите, а спустя два часа наш космический аппарат отозвался. Солнечные батареи раскрыты и в Минском центре управления полетами получена первая телеметрическая информация из космоса. Все пока идет в штатном режиме, плану это очень приятно и мы рады очень, что Беларусь запустила собственный спутник, вступает, как мы говорим, в клуб космических держав. Белорусский спутник отправился одновременно с четырьмя космическими аппаратами из России, Германии и Канады. В то же время наш спутник с российским Канопусом образуют, как говорят специалисты, единую группировку системы дистанционного зондирования Земли. Проще работают в тандеме. Это два однозначных спутника, на одну и ту же орбиту выходят, только в разных точках орбиты. Это по сути дела уже, если два космических корабля и они для одного и того же предназначены, то это очень важно. Это как дублирование одного и другое, в то же время совместная работа. Благодаря нашему спутнику Беларусь из космоса видна, как на ладони. Аппарат маневренный и способен оперативно перестраиваться на орбите. Сегодня можно уверенно говорить о том, что в Беларуси создана космическая отрасль. С запуском спутника у Беларуси появилась самостоятельная система дистанционного зондирования Земли. Это значит, что мы как минимум больше не нуждаемся в услугах других стран по вопросам получения космической информации. Более того, теперь мы можем сами продавать эту информацию. В числе желающих уже Азербайджан и Венесуэла. С Байконура на орбиту отправились сразу пять спутников. Первый белорусский, два российских, а также немецкий и канадский. Эти кадры, кажется, можно просматривать бесконечно. А скоро они станут достоянием любого школьного учебника по истории Беларуси. 22 июля в 9.41 по Минскому времени ракета-носитель «Союз» взмыла над одной из стартовых площадок космодрома. Ровно в 10.26 от разгонного блока фрегат первым отделился белорусский спутник. Через пять минут после него отправился к орбите российский «Конопус». А спустя еще полтора часа на заданные орбиты Земли вышли все пять аппаратов. Накануне поздно вечером в Минск вернулась белорусская делегация, которая участвовала в этом историческом для нашей страны запуске. И первое впечатление сразу по прилету. С запуском этих спутников мы можем решать самые разные прикладные задачи. Начинаются хозяйственные наши тематики, геодезийские задачи, потом задачи чрезвычайных ситуаций и целый ряд других задач. Белорусский космический аппарат создан российскими специалистами по аналогии с «Конопусом» и имеет сходные с ним основные характеристики. Так сказать, спутники-близнецы. Масса каждого порядка 400 килограммов. На борту аппаратура, способная различать наземные объекты размером более двух метров. Кстати, оптика белорусского предприятия «Пеллинг». И вот когда мы сейчас с российскими коллегами встречались, то они благодарили нас, что многие вопросы были решены не только по нашему спутнику, а и «Конопусу». Вот что наши работники очень фрагционно ставили вопросы и требовали качественного исполнения. К слову, подготовкой профессиональных кадров по специальности аэрокосмические и радиоэлектронные информационные технологии и системы уже два года занимается Белорусский государственный университет. Со следующего года стартует национальная космическая программа сроком пять лет. Основное направление – это развитие космической связи. То есть Беларусь серьезно встала на космические рельсы. То есть это не игрушка, это не какая-то случайность, это не просто акт для поддержания международного престижа, запуска этого спутника, а это реально вывод некоторых наших крупных промышленных предприятий на качественно новый уровень работы для повышения глобальной конкурентоспособности. Планируется, что спутник обеспечит полное покрытие территории страны космической съемкой. Он будет облетать планету четыре раза в сутки и дважды в день отправлять снимки на Землю. Раньше наша страна вынуждена была покупать их у других космических держав. Собственный спутник позволит не только экономить, но и зарабатывать. Если перефразировать закон всемирного тяготения, все, что запущено на орбиту, должно вернуться на Землю, но уже с серьезной прибылью. Уже есть договоренности на продажу космической информации Азербайджану и Венесуэле. Я думаю, что мы в состоянии в том числе решать задачи по созданию и полностью отечественного спутника. В том числе, вы знаете, что есть такая практика создания студенческих спутников. То есть очень важно, чтобы на стране было создано поколение молодых ученых, молодых конструкторов, которые понимают эту проблематику. И я уверен, что наша страна только вступила в эру такой космической державы. Эта эра будет продолжаться и будет активно развиваться. Первые снимки с орбиты получат уже через месяц, когда оборудование будет полностью протестировано. Сейчас все системы нового спутника работают в штатном режиме. Солнечные батареи раскрыты. Центр управления полетами получил первые телеметрические данные. Другими словами, полет проходит нормально. Константин Глубокий, Александр Зонов, Александр Гайдук. Наши новости ОНТ. В 10 часов 41 минута 39 секунд по московскому времени в Центре управления полетами Роскосмоса здесь, в Подмосковном Королеве, этого часа ждали с каким-то нескрываемым нервным напряжением. И в большей степени, как объясняли специалисты, это было именно из-за белорусского спутника, который сегодня находился на борту ракетоносителя «Союз». Ведь это уже вторая попытка россиян вывести белорусский спутник на космическую орбиту. Первая в 2006-м закончилась неудачей и теперь, скорее всего, это уже было делом чести, поэтому все просчитывалось до мелочей. Но до последнего, даже ставшей легендарным «Гагаринская поехали» сегодня здесь произносили полушепотом, чтобы не сглазить. И все получилось. Полет проходит нормально. Этой фразе диспетчера предшествовало почти два года ожиданий. Дата запуска «Союза» переносилась в три раза из-за несогласованности с Казахстаном в район нападения ступеней ракетоносителя. После окончательного утверждения срока в течение месяца специалисты Роскосмоса совместно с белорусскими коллегами проводили технические испытания на Байконуре. 20 июля государственная комиссия подписала протокол о готовности к старту. Ракетоноситель «Союз» был доставлен к старту сегодня по традиции в 7 утра. После взлета все ждали, как пройдет отделение кластерного блока с пятью спутниками, среди которых и белорусский, от головного блока ракеты-носителя. На это потребовалось 9 минут. По данным телематических измерений зафиксировано отделение космических аппаратов «Конопус-В» и космического аппарата «АБКА». После отделения от ракетоносителя разгонный блок вывел космические аппараты на целевые орбиты. Первым отделился именно белорусский спутник. Его нынешняя солнечно-синхронная высота около 540 километров с наклонением в 98 градусов. Сейчас, после первой обработки космических данных, которые поступают в Королев, специалисты утверждают, что белорусский спутник работает в штатном режиме. Информацию с него уже могут получать в Минском центре управления полетами. Да, первые сведения о том, что белорусский космический аппарат успешно вывезен на расчетную орбиту, уже появились и здесь, в Минске, в Белорусском центре управления полетом. За стартом в общей сложности наблюдало где-то 50 научных сотрудников. И услышали мы знаменитая «Гагаринская поехали». Правда, тоже в Минске его сказали таким полушепотом, как бы, наверное, боя сглазить. Впрочем, нашлось место здесь и шуткам. Господа, так далеко мы еще не залетали. Высоко это полтысячи километров. На этой орбите уже не расчетной, а рабочей. Наш аппарат будет облетать планету 4-5 раз в сутки. Информацию на Землю будут отправлять дважды в день. Специалисты узнают, как функционируют все системы, но главное – это космическая съемка. Кадры с орбиты позволят обеспечить информацией сразу несколько отраслей. Это важно и для имиджа страны, как вы говорите. Это важно для науки страны, это важно для народного хозяйства страны. Для всего, и для образования в том числе, и для студентов, для молодежи нашей. Потому что все это развитие новых технологий. И, как я говорю, особенно важно, что это для всех отраслей народного хозяйства. Мы будем тогда говорить и даже рассказывать, что где засеяно, где что вырубили, где не санкционировано, где, значит, какие-то техногенные могут быть катастрофы у нас. Ну, это оперативная будет информация из космоса. Это даже лучше, чем с самолетом. Лучше и дешевле. Пока Беларусь покупает снимки из космоса, обходится это недешево. За 20 кадров приходится выкладывать сотню тысяч долларов. Спутник позволит не только экономить, но и зарабатывать. Уже есть договоренности на продажу космической информации Азербайджану и Венесуэле. Заработать получится и на экспорте технологий и аппаратуры, созданных при работе над проектом. Новый оптико-электронный телескоп на спутнике «Белорусский». Новейшая разработка проектно-конструкторского бюро «Пеллинг». Тут тоже для «Пеллинга» определенная проверка. То есть это оборудование, это целевая аппаратура съемочная, она в космосе еще не использовалась. В космосе спутник будет находиться как минимум 5 лет, это гарантированный срок. Остальная работа будет зависеть от износа оборудования и аккумуляторов. Первые снимки с орбиты в ЦУПе получат уже через месяц, когда оборудование будет полностью протестировано. Сейчас здесь в Минске, в центре управления полетом. Спокойная рабочая обстановка, информация из космоса продолжает поступать в систему. И по словам научных сотрудников, все проходит в штатном режиме, полет нормальный. Продолжение следует...